И сейчас мы в эфире. Вне зависимости от того, где вы находитесь. Меня зовут Виктор Гамов, и я сегодня буду ваш ведущий вот этого замечательного мероприятия, которое посвящено вопросам и ответам про как же быть в 2021 году разработчику, который хочет или его заставляют использовать Kubernetes, или он хочет, и как ему, например, рассказать другим, зачем ему нужен Kubernetes. И сегодня со мной и с вами в моей, собственно, виртуальной студии замечательные гости, замечательные эксперты, с которыми мы обсудим вот эти замечательные темы. Я буду называть людей в том порядке, в каком они у меня на экране, поэтому наши эксперты будут вам махать и тоже скажут пару слов. Окей? Значит, сегодня со мной Марсель Ибраев, CTO Slurma, Certified Administrator Kubernetes, просто бог курсов по Kubernetes и админ со стажем. Кстати, у нас есть отличный вопрос к админам. Еще он просил передать, что если нас кто-то смотрит из Уфы, напишите в комментариях, потому что Марсель хочет сходить с кем-то бат. Марсель? Да, всем привет. Это я. В общем, если кто есть из Уфы, действительно, пишите. Я серьезно. Познакомимся, пообщаемся лично. Удаленка надоела, честно. А сегодня с нами Павел Селиванов. Как он пишет сам про себя, что он промотнулся от Senior YAML-инженера в Senior DevOps-инженер. Работает он в Mail.ru Cloud, а также иногда играет на контрабасе и занимается аранжировкой музыки. Паша? Коллега, привет. Всем хорошего вечера. Рад всех слышать, видеть в будущем, читать, кто к нам присоединился. Отлично. Также с нами сегодня Сергей Бондарев. Сергей просто легенда администрирования, 20 лет опыта. Некоторые из наших слушателей, наверное, еще столько не живут, сколько Сергей занимается администрированием различных систем. Также он занимается разработкой курсов и работает в компании Southbridge. Сергей? Здравствуйте. Всем добрый вечер. Надеюсь, у вас после рабочего дня есть силы, чтобы послушать нас и задавать нам интересные вопросы. И последний по очереди. Дим, ты уж извини, что так попало, но просто по очереди так получилось. Дмитрий Лазаренко, он является директором по продуктам в Mail.ru Cloud. Тоже он уже больше ближе к моей, так сказать, струе. Да, он разработчик на Java. Есть опыт как раз запускания, собственно, Java в облаках. Дима, помаши нашим слушателям. Всем привет, ребят. Удачного нам эфира. Да. Значит, что у нас тут? Комментарий. Привет из Новосибирска. Ура. Новосибирск. Мы вас видим, мы вас слышим. Все это замечательно. Коллеги, перед тем, как мы начнем, давайте я сейчас небольшую такую вводную, чтобы наш интерактив, собственно, перестал быть томным. Я еще расскажу нашим слушателям, что, во-первых, это не просто так. Мы, мужики, сидят, бухтят про кубернетис. А еще это такое мероприятие, на котором вы можете получать какие-то, собственно, призы. Одна из, собственно, вещей, которая является инфопоудом нашего сегодняшнего мероприятия, это то, что Slern проводит курс для разработчиков кубернетис. И сегодня мы разыграем один билет, бесплатный билет. Соответственно, если вы задаете какой-то крутой вопрос, и, ну, если у нас Марсель представляет Slern, собственно, Марсель и его команда выберут правильные победители. Поэтому слушайте внимательно, вбрасывайте какие-нибудь клевые вопросы, возможно, выиграете. Но! Но! Это еще не все. Как говорят у нас здесь на Нью-Йоркщине, wait, there's more. У нас еще Mail.ru Cloud обещала нам подарить тоже людям, которые будут вбрасывать хороший вопрос, но не самый лучший. Естественно, самый лучший вопрос получит билет на курс. Но! Будут офигительные мерч от Mail.ru, поэтому тоже имеет смысл писать клевые вопросы. Значит, у нас будут также в конце, если вы зарегистрировались по ссылке, не просто по YouTube пришли, кто-то твитанул, типа, давай, приходи, тут стрим про кубернетис. А если вы зарегистрировались по ссылке, то вам должна прийти еще там форма обратной связи. Это помогает нам понять, насколько было мероприятие полезно вам, да? То есть мы-то, понятно, получаем неимоверное удовольствие общаясь друг с другом, но нам также хочется понять, насколько это было для вас полезно. Поэтому вот это все дело не, пожалуйста, не отправляйте в спам, придет письмо, и в нем будет очень важная информация. Так, я сейчас проверяю, все ли я сказал, все, что обещал, потому что народ ждет места. Если я что-то забыл, мы это, я это обязательно скажу. И теперь мы начнем, значит, как это будет все дело работать? Естественно, мы же все профессионалы, у нас же есть слайды, поэтому мы начнем со слайдов. Помните анекдот про слайды? Про любовь к Лу-Родине и слайды. Вот, значит, мы начнем с некоторых вопросов, которые позволят нам, как участникам, размяться, да? И вам немножечко тоже получить какие-то такие вещи для размышления. А потом мы перейдем, собственно, к интерактиву, где уже, собственно, будем отвечать на вопросы вас. Значит, коллеги, вопрос ко всем. Кто хочет первым ответить, тот и ответит. Значит, у нас есть такой вот, естественно, вопрос. Я люблю, когда вопросы ставятся таким образом. Не просто когда, типа, вот, типа, давайте использовать Kubernetes, а именно, когда именно компания необходима. Вот в своих каких-то там подкастах и шоу я всегда говорю, что, ребят, вот мы как разработчики, мы как программисты, мы как операторы, мы должны помогать бизнесу существовать, да? И вот эти наши все свистелки, вот эти моторчики, всякие вот эти клевые штуки, которые мы вот сегодня нашли там на GitHub, а завтра хотим в прод. Как они будут нам помогать? И, собственно, вот давайте подумаем, зачем вообще компании думать о каком-то Kubernetes, да? И мы, естественно, потом обсудим, как правильно произносить Kubernetes, но давайте начнем с простого. Кто хочет, собственно, начать? У меня есть хороший ответ по этому поводу. Мне кажется, как раз то, что ты сказал, это когда CTO достаточно читал сахабра, и таки увидел это слово Kubernetes, срочно нужно тащить к себе. Отлично. Еще какие версии? Ну, понятное дело, что, ребят, не делайте так. Ну, это же, это же, нужно взвешенно подходить. Какие у нас еще есть мысли по этому поводу? Вот я, например, если вот никто не будет молчать, сейчас я вытащу свои вот эти вопросы, да. Вот я считаю так, что должно где-то вот наболеть, да? То есть всегда должно решаться, вот решение, какие-то технические решения должны решать какую-то конкретную проблему. Какую проблему решает Kubernetes компания? Вот давайте я тогда вопрос задам. Давай я попробую начать отвечать. Как мы пришли к Kubernetes, потому что в Mail.ru Cloud не только Kubernetes как сервис, но и Kubernetes внутри для того, чтобы, ну, для внутренней разработки. И мы очень долго жили банально просто диплоем на Barometal с помощью Antibla и жили так несколько лет. И у нас классическая эксплуатация, ну, SRE-инженеры, как сейчас любят называть себя админы, SRE-инженеры, модное слово. И много разработчиков, много команд разработки. И так получилось, что такая модель, когда все катят админы антиблом и все-все рефицируют, они становятся узким горлышком. А разработчики в реальности перформят гораздо больше, чем могут себе позволить админы, чем могут позволить выкатывать себе админы. И переход на Kubernetes, он решил прежде всего вот эту задачу, когда разработчики могут выкатывать с помощью автоматизации и могут сами же эксплуатировать свой сервис, разбираться, что происходит в нем внутри. Фактически выступает в роли девопсов, слэш-среде. То есть они отвечают в том числе за успешность работы этого сервиса. А работая просто с антиблом и где-то там делая подборки на докере, такого не получалось у нас. И у нас внутри наболело. Наболело, и сам Путин занял примерно год. И Паша как раз очень хорошо, активно помогал с этим переходом на Kubernetes. И внедрением идеологии в мозги как админов, так и разработчикам. Ну ты понял, ты сейчас вот подставился, да, когда сказал, что разработчики могут доставлять кода больше, чем админы могут поддержать. А в этом случае нужны ли нам админы тогда, если они не могут нас поддержать и не могут доставить вот эту всю годноту, которую наши разработчики выкатывают? Вот это хороший вопрос для обсуждения. Давай я не буду отвечать на него первым. Но у меня тоже есть мнение на эту тему. Мне кажется, тут вот что касается этого вопроса, да, тут какая штука? Тут очень сильно зависит от специфики, мне кажется, конкретной компании, конкретной инфраструктуры и конкретной области бизнеса. То есть понятно, что мы, когда мы строим облако, мы не можем категорически никак обходиться без админов, причем админов именно таком, в классическом смысле этого слова. То есть мы эксплуатируем конкретные железки в конкретных дата-центрах, они там стоят, их нужно обслуживать, как бы подключать, настраивать, задумываться о рейдах, эксплуатах, дисках, процессорах, памяти и так далее, и так далее. То есть мы прям работаем с железками. Но при этом я могу сказать, что, наверное, в современном мире, учитывая, что развитие облаков, да, в принципе, развитие повсеместного подходов DevOps, infrastructure, the code и так далее, наверное, мне кажется, что очень многие компании могут обходиться без админов в таком классическом понимании этого слова, но, скорее всего, не без людей, которые отвечают за некую эксплуатацию, за некую инфраструктуру. То есть, наверное, все-таки нужен тот человек, который это на себя возьмет, не факт, что он обязательно должен быть, ну, вот прям админом от САХИ, человеком, который пришел из железок. Ну, то есть у нас все равно, здесь тогда разделяются две составляющие этого бизнеса, да, есть бизнес, который, часть бизнеса, которая занимается непосредственно разработкой, продуктивом и всякими вот этими внедрениями фич, да, и, например, они могут использовать Kubernetes для того, чтобы быстро доставлять какие-то свои фичи. Но все равно, если, например, вне зависимости от того, где этот Kubernetes должен где-то бежать, да, либо он бежит, например, в клауде где-то у кого-то, да, как менеджер-решение, или если вы его, собственно, деплоите где-то у себя, то есть все равно должны быть люди, которые немножечко в этом разбираются и немножко это поддерживают, да. Но на самом деле у нас сегодня разговор не о второй категории админов, да, а то есть непосредственно те люди, которые будут каким-то образом связаны, вот как в старые добрые времена, да, разработчики где-то там что-то написали, через забор перекинули, админы там пошли, задеплоили, да, потому что разработчиков нету ключей от продакшена, у разработчиков нету доступа к базам продукционным, и вот это вот все. Поэтому вот, наверное, Дима говорил как раз больше вот о этой части администрирования, когда идет не в плане того, что разработчики это не могут сделать, а в плане того, что есть как раз распределение каких-то полномочий, да, распределение обязанностей, чтобы обеспечить, ну, как это называется по-русски, правила двух персон, например, да, чтобы, например, не мог один человек иметь доступ к продакшену и к разработке. Вот я когда работал в банке, в Сбербанке, ну, это еще было в бородатые времена, но все равно, это было сильно вообще, ну, как-то такое, разработчики получат доступ к продакшену. Как это поменяется у нас вот в сегодняшней реалии, вот во всем этом? Должны ли иметь разработчики у нас доступ к продакшену или нет? Кто хочет взять вопрос? Тут я могу, ну, я по своему опыту могу ответить, да, как я это наблюдал, на самом деле, не в одной компании, как это обычно работает. Весь этот принцип разделения, он, конечно, очень прекрасный. В Сбербанке, ну, я как бы, я тоже оттуда, да, когда-то. Я знаю, что в Сбербанке там был принцип еще круче, там два конвертика. Все мы от Туры, да? Два конвертика, в которых лежат по половинке паролей, которые получают два человека раз в месяц стабильно, вот как бы, доходят даже до такого. Но вообще, в принципе... Где тикет открывали, там его и закрывайте. Да-да, именно так. Но вообще, в принципе, да, как это происходит в реальности чаще всего. Есть разработчик, который знает, что ему нужно сделать. Он знает, как оно работает, знает, как это осуществить и так далее. Есть админ, у которого есть доступ. Поэтому эти двое ребят объединяются. Разработчик ставит рядом с рабочим местом админа стульчик, садится и на уху админу рассказывает, что ему нужно делать. А админ вбивает кнопочки, попутно там что-то тупит, там вбивает что-то не то при этом, при всем. Ну и так далее. На самом деле, это разделение ответственности, конечно, да. Но на самом деле, на практике, мне кажется, приводит, во-первых, к затратам лишним на человеческие ресурсы просто тупо, потому что ту задачу, которую мог выполнить один человек, выполняет два человека. И плюс из-за того, что это требует какого-то взаимодействия, это количество ошибок, на самом деле, даже не уменьшает, а увеличивает. Потому что как два человека между собой договорились, как тот человек, который не очень понимал, чего он и зачем делает, как он это выполнил, ну и так далее. Хотя, опять же, для большинства компаний, мне кажется, ну, мало компаний, скажем так, у которых безопасность выстроена на таком уровне, что разработчик действительно, ну, когда он пишет код, не может получить доступ к продакшену, не может на этом продакшене сделать все, что угодно, все, что он напишет в этот код. То есть, это такой security through obscurity, скорее, получается. Ну да. Слушай, а вот тогда такой вопрос. Вот если мы говорим про вот то, что это мешает, например, и так далее. Как найти виновного тогда? Вот, например, да, вот как быть в этом случае? Если вот упал, в пятницу начали деплоить. То есть, кто виноват, да? То есть, что-то не заработало, у нас убытки. Кого винить? Ну, я могу сказать, как мы сейчас в МСС, то проблемы решаем. Мы пришли к тому, что виноват, ну, точнее, как не виноват, да, но в любом случае отвечает за свой сервис всегда разработчик, который его разрабатывал. То есть, мы идем в сторону того, что разработчик, он, ну, команда разработки, точнее, да, она сервис пишет, она же за него и отвечает, она его эксплуатирует. То есть, прежде всего, когда он сломался, задача разработки понять, что там сломалось, ну, и найти, соответственно, ответственных за этот компонент. То есть, понятно, что если сломается база данных, которую предоставляет команда сопровождения, то, ну, разработка вряд ли пойдет поднимать эту базу данных, пойдет ее чинить. Но, по крайней мере, это задача разработки, разобраться и поднять нужных людей. Вот у нас как раз, я к чему это все сейчас пытаюсь подвести, да, у нас как раз следующий вопрос, который мы хотели обсудить, и я хотел бы тоже услышать какие-то мнения еще другие, да, какие у нас еще есть в нашем экспертном сообществе. Значит, какие зоны ответственных разработчиков и девопс? Вот мне очень нравится, мне нравится, как девопс – это человек. Все-таки девопс, девопс – это человек. Пора смириться уже. Мне тяжело читать, мне больно, да. Я, например, смотрю на вот эти все вопросы, даже вот это Паша говорит, что разработчики должны поддерживать то, что они написали. Это больше даже не blame management, да, то есть кого винить, а именно как раз делегировать и верить, собственно, в команде, да, то есть когда команде как-то высоко оказанное такое внимание и предоставили ей возможность доказать, что они могут, у людей начинает немножко по-другому, они начинают по-другому мыслить, они работают, например, там не с девяти до обеда, а у них уже как раз все мысли вокруг того, как сделать там хороший продукт. Это как раз вовлечение, то есть вовлечение разработчиков, когда они перестают быть кодерами, а становятся такими архитекторами этих сервисов. Они причастны к созданию чего-то великого или в том числе к провалам, если что-то идет не так с ущеренными технологиями. Да, то есть поэтому вот мне больно всегда читать девопс именно здесь как людей, а не как культуру. То есть изменять, собственно, сознание людей, и подходы к тому, как они там оперируют с тем самым софтом. Я думаю, что вот вы все равно немножечко, Паша, Дима, вы немножко, конечно, лукавите, потому что без нормального вот именно культурного изменения никакие технологии нам не помогут, правильно? Поэтому вот за долгие годы, если вы делаете такое-то в клауд-решение, это должно поменять немножечко культуру и восприятие той работы, которой занимаются люди. Кто со мной поспорит? Ну, культура, конечно, вещь хорошая, но не главное. Так, а ваши аргументы? Какие ваши доказательства? Хоть ты будешь хоть сколько культурным, но если у тебя нет компетенции, ты можешь сделать только великие провалы. Значит, ну, ты давай вот скажи нам ближе, вот ты какой, как отвечаешь на это? Вот кто более компетентный предлагает решение, соответственно, он будет соответственным за какую-то зону, за донс. Вот у нас вот стоит такой вопрос. То есть как быть, да? То есть у нас есть админы, есть опсы. И кто из них будет важнее на проекте? Ну, собственно говоря, наверное, никто из них проектов не раскоряет. Архитектурный комитет. Вот это интересно, вот это интересно. Соответственно, а если есть архитектурный комитет, тогда, собственно, как говорил Жванецкий, почему я люблю групповуху? Потому что можно сочкануть. Соответственно, если есть архитектурный комитет, то может это очень сильно затянуться. Марсель, у тебя какие соображения по этому поводу? Ну, я тут отчасти соглашусь, что никто не главнее. Все-таки, на мой взгляд, зоны ответственности, они разные. И есть инфраструктурная команда, и она так и называется инфраструктурной именно из-за того, что она занимается инфрой. Вот, и все-таки какие-то ключевые решения, в том числе, куда мы идем по части инфры, я думаю, за ними. Вот, а по части того, что кодить надо под эту инфру, это уже разработчики. Как кодить, что использовать и так далее. Вот, но при этом все равно, наверное, в идеальном мире должна происходить некоторая синергия, и, в общем, это решаться должно не лоб в лоб, а как-то сообщать. Я ждал этого слова. Кто первый скажет слово из синергии, вот, поэтому ты сегодня выигрываешь... Можно мне этот... Ой, господи, мой урок. Буллшит бинго, да, то есть, который мы говорим. В общем, окей. Можно я сейчас скажу, да. Давай, конечно. В общем, Паша говорил про хирурный комитет, в чем, наверное, непростая ситуация, потому что многие технологии, особенно когда мы говорим про микросервисы, про кубернетис, весь этот мир, вот откройте карту CNCF. CNCF Projects, там сотни проектов, сотни сервисов, и все это новое. И в реальности мало кто годами использовал истио. Это все первопроходцы, и когда на вопросе, кто главный при выборе истио, до хрен его знает. Потому что кто глубже туда закопнет и в аргументировании даст ответ, разберется, тот и главный, тот и более компетентный. Но чаще всего эти люди первопроходцы. Ну, это одна из проблем. Ну, опять же, я сейчас тоже немножечко вброшу, а вы прям поспорите или нет. Значит, чем DevOps вот именно культурологически меняет восприятие разработки, это о том, что можно совершать какие-то эксперименты и изучать технологии, как бы строя уже какие-то решения на них. И из-за того, что у нас появилось то, что вот это называется сейчас модным зарубежным словом engineering velocity, то, что вот Дима вначале сказал, что разработчики хотят, а админы не дают. Теперь это появилась у нас такая возможность. Мы можем делать какие-то эксперименты и с помощью вот этих технологий, которые позволяют нам быстро развертывать тот же кубер и прочие вещи, мы можем делать A-B-тестинг. Очень легко. Мы можем внедрить одну часть нашего контура, мы будем использовать, там поставили истио, на другую часть мы еще какого-нибудь там вендора поставили, там Envoy, там Kong, я не знаю, что мы там делаем, API, Gateway какие-то такие, что-то в этом роде. Вот. И из-за того, что у нас появилось вот это engineering velocity, мы можем эти эксперименты проводить, и мы можем обучаться сильно быстрее. Келси Хайтавер сказал один раз, что собственно кубернетис – это не платформа. Это вот, это не конечный результат, это не то, куда вы приходите. Кубернетис – это то, что дает вам базис для построения ваших платформ. Поэтому вот как раз тоже вот Дима, что вначале сказал, у нас приблизительно, у нас в Confluent, мы тоже строим Confluent Cloud, это такая менедж-кавка. Сколько продержался? Почти 25 минут продержался, не говоря про кавку. Значит, пришли абсолютно таким же путем, то есть когда разворачивали какие-то вещи ручками, какими-то средствами, там, Ansible и так далее, но в итоге пришли к кубернетису и, ну, естественно, в тот момент не было каких-то вещей, и мы там много, много вещей там написали сами и так далее и тому подобное. Но, как платформа, которая предоставляет базис для там деплоя, с деплоя, управления ресурсами, все такое, он вот эту задачу считает, решает совершенно, совершенно потрясающе. Можно я чуть-чуть твою мысль? Да, конечно. Как раз вот на вопрос, мне кажется, это вот тот самый ответ на вопрос про зоны ответственности разработки и девопсов, ну, там, флэш-администраторов, да, при работе над проектом в кубернетисе. Вот именно, что кубернетис, это не законченная какая-то вещь, это все-таки конструктор, который под себя нужно собрать. Вот как раз таки, мне кажется, ну, я это видел в нескольких проектах, да, на самом деле, так чаще всего люди и делятся. То есть, эти некие мифические девопсы занимаются тем, что строят платформу для разработки, для того, чтобы разработчикам мог как можно меньше всего, ну, меньше заморачиваться на этапе разработки по поводу инфраструктурных моментов, меньше сломать в случае, если что-то пойдет не так, ну, и как можно более гибко как бы ее использовать. Вот девопсу строят платформу на основе кубернетиса, разработчики фактически ее эксплуатируют, то есть, запускают там свои сервисы, деплоят туда то, что им нужно, настраивают там между ними связи и так далее. Мне кажется, тут... У нас кто-то мониторит комментарии? Можно мне пануть? Конечно, Сури. Да. На тему изучения новых технологий и, собственно говоря, того, что Engineering Philosophy позволяет разработчикам быстро развиваться, к сожалению, неумеренность в этом вопросе приводит к тому, что приходишь на проект, видишь кучу новых слов, начинаешь в них разбираться, оказывается, что часть из них уже прекратила свое развитие, а часть из них еще в глубокой альфе находится, но разработчики категорически настаивают, что они хотят это использовать, им это необходимо и вообще по-другому они никак не могут жить. Здесь тогда вот тот самый архитектурный комитет должен быть, да? Со стороны опсов, да, убедить разработчиков, что вот эти вот вещи еще рано использовать, а вот эти уже поздно. Но здесь вот как раз, вот здесь как раз возникает вопрос, опять же, про культуру. Значит, как убедить, когда есть в команде то, что мы называем buy-in, то есть то, что они, не надо никого убеждать, то есть не надо никому доказывать, что ты там умнее всех или глупее всех. Когда команда там есть доверие внутри команды, вот эти вопросы решаются сложнее. О, вернее, наоборот, эти вопросы решаются, сложные вопросы решаются гораздо лучше. Поэтому вот этот постоянный обмен опытом и не считать там админов врагами или там безопасников, мы про безопасность тоже сегодня поговорим, тоже считать какими-то врагами, которые нам запрещают диплоить в пятницу, это приходит из организации. Если, например, где-то ввозится там политика и начинается говорить, этот пытается протащить одного вендора, этот другого, это будет очень сложно, какие-то технические решения. Но когда есть доверие и есть понятие о том, что человек пришел, там, например, его там наняли, потому что он делал какие-то предыдущие вещи, то есть он, собственно, пришел помочь и эти вещи внедрить здесь или там сделать здесь. Поэтому это вот тоже необходимо учитывать. Опять же, может быть, опыт работы там в зарубежной компании на меня немножко так вот отложился, когда вот эти вот пассивно-агрессивные штуки присутствуют в беседах, но никто явно там не говоришь, типа, что вы туда притащили непонятно что из прошлого столетия. Вот. Поэтому это нас... Вы сказали, да? Да, да. Собственно, нас это вот как раз подводит к следующему вопросу. Я надеюсь, наши слушатели видят все-таки наши слайдики немножечко, да? Что такое вот означает все-таки знать, да? Вот Сергей сказал, вот мы пришли на проект, посмотрели, а там Меши, там, я не знаю, какой-нибудь... Подскажите какую-нибудь дичь, что сейчас модно там, я не знаю. Ваза данной в кубе. Кашка в кубе. Кашка. Спасибо. 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 И каранда с подманом запускает. Вот. И какой-нибудь там бежит, например, вместо докера-энджина бежит Крио. И что-нибудь еще давайте сейчас пофантазируем о... Ну, про Метеус Лану. Как раз вот там вместо докера докера-энджина используется. Да. Какой-нибудь еще какой-нибудь этот... Чат, подскажите нам какую-нибудь дичь. Какую дичь вы видели последний раз в кубернете? Напишите нам, напишите нам в чат. Вот. Нужны ли нам сертификаты? Самый важный вопрос, который спрашивают в наших чатах, комьюнити и прочее. То есть, нужны ли нам сертификаты? Вот пришел человек на работу, у него куча сертификатов, вся грудь сертификата. сертифицированный админ, сертифицированный разработчик, сертифицированный внедрятель. Коллеги, вот давай, Марсель, ты у нас занимаешься большим делом, образованием наших, собственно, слушателей. Как ты считаешь, что важнее, сертификаты или знания, или опыт? Да, конечно, знания. Но сертификат штука приятная. Вы можете его там указать с такой длинный списочек, ваши регалии, грамоты школьные приложить еще. А ты можешь попросить зарплату побольше, если у тебя сертификаты пожирнее? Да, почему бы нет? Можно сравнение еще какое-нибудь кинуть. Типа вот Вася Пупкин там сертификацию сдал, получает теперь 300 тысяч в секунду, а я только 200. Так что поднимите, пожалуйста. Давайте поговорим тогда, значит, какие сертификаты у нас наши слушатели нашего курса по кубернетизм для разработчиков будут получать, или все-таки это больше нацелено на получение знаний практических, которые позволят вот этих людей с сертификатами засунуть за пояс и сказать, что я разруливаю контейнеры с Java-приложениями, со Spring Boot как герой? Ну, у нас всегда акцент стоял на практике и в первую очередь, конечно, у нас не цель подготовка какой-то сертификации, а цель, чтобы вы после курса смогли что-то делать дальше, собственно, эти знания применять, и там будет и практическая работа и так далее, то есть какой-то цели на то, чтобы потом пойти и сдать сертификацию, нет. Поэтому в первую очередь все равно знания, сертификат, тут уж каждый решает, наверное, сам для себя. Сережа, вот давай, я тебе тоже сейчас передам микрофон, скажи немножечко про подход, ты как разработчик курсов, как тоже эксперт в этой области, вот ты как считаешь, с одной стороны, является ли вот это вот имение сертификатов чем-то положительным, отрицательным, наверное, как тренер, как человек, который занимается разработкой, тоже важно, то есть ты же не можешь прийти к клиенту и сказал, типа купите курс, а он скажет, а какие ваши регалии, то есть, наверное, это тоже важно каким-то образом. Понимаешь, в чем дело, это вся вот система сертификации, она, в общем-то, к нам пришла, наверное, все-таки с запада, скажем так, и за рубежом распространена, и, собственно говоря, она вся рассчитана на то, чтобы вот незнакомый человек посмотрел на твою доску почета и проникся бы, и понял, что вот какой-то дядя проверил твои знания, выдал тебе бумажку о том, что ты вот эту штуку знаешь хорошо. Если он этому дяде доверяет, значит, сертификат хороший. Если это выдано какой-нибудь, я даже не знаю, районной академии наук, то, наверное, сертификаты не очень. Так что тут, во-первых, надо смотреть на то, какие сертификаты у тебя есть, а во-вторых, честно говоря, понимаешь, тут становится сложно, потому что сертификации тоже бывают очень разные, и, соответственно, с тех пор, как за сертификацию начали брать деньги... Это становится отдельным бизнесом для определенного круга лиц, выдавать сертификаты. сейчас, скажем так, ситуация такая. Если я сделаю нормальную сертификацию, на которой задаются действительно сложные вопросы, никто не придет ее сдавать. Я не получу своих денег. Поэтому сертификацию мы делаем по низу, скажем так, средних способностей для того, чтобы хотя бы там 70-80% людей, которые к нам приходят, ее сдавали. Другая крайность это, собственно говоря, делать большие деньги за сертификацию, делать ее сложно и ожидать, что к нам придет мало людей, и за этих людей будут платить, грубо говоря, работодатели. Я не думаю, что какие-то там, скажем так, молодые специалисты будут иметь лишние 5-6 тысяч долларов для того, чтобы оплатить сертификацию такого типа. Соответственно, с другой стороны, компании, в которых работают специалисты, крутые, в принципе, им сертификация-то особо и не нужна. Они уже знают, что у них есть крутые специалисты, зачем их сертифицировать. Вот я как раз хотел, ты когда говорил про компанию, я хотел тоже спросить, вот Дима или Паша, вот скажите, вот вы когда там нанимаете людей, когда приходят работать вам в клауд, там приходит SRE или приходит там разработчик, вы смотрите на их сертификаты или это как бы хороший плюс, но мы все-таки делаем этот самый прожарку с каким-то там тестом-заданием или, например, не знаю, там, whiteboarding, да, вот как это дело обстоит именно в компаниях, не которые делают приложения, да, которые, собственно, предоставляют бизнес для построения вот этих приложений. Кто из вас хочет ответить, потому что у вас... Давай я начну, Паша, может быть, про себя скажет, когда он смотрит людей. Ну, я скажу, что нет, по крайней мере, в МССе мы не смотрим на сертификаты, мы смотрим на то, как человек подходит к решению проблемы, насколько он как раз пытается разобраться в причине, насколько он коммуницирует с другими людьми, это уже история, может быть, больше с софт-скилами, и в целом, насколько он разбирается в архитектуре. Наверное, вот понимать, как что-то работает, как работает какая-нибудь репликация в базах данных, или как работает Kubernetes, это лучше, чем просто формальная сдача сертификата. Мы смотрим на проблем-солвинг и на то, как ты коммуницируешь с другими людьми во время решения проблемы, потому что герои-одиночки, которые могут быть токсичными, никому не интересны. Мы как раз делали, мы отказывали людям, которые не могут, например, хорошо общаться с командой, но при этом очень крутые специалисты технические, там просто супер-супер-супер, ну, люди, которые могли бы работать в Google где-то далеко, мы им отказываем, потому что мы понимаем, что по софт-скиллам они не подходят. Ну, вот, по крайней мере, моя история. Паша может что-то еще дополнить. Не, вообще, что касается, на самом деле, сертификатов, мне тоже кажется, я вот, собеседование, когда проходишь какие-то собеседования, да, ты в любом случае там где-то в конце говоришь, а у меня еще есть сертификат. Обычно это отвечают, ага, давайте к следующему вопросу. Мне кажется, сертификаты, на самом деле, особенно вот кубернетисовские, да, вот ЦК, ЦК, они в основном нужны компаниям, то есть я работал в двух компаниях, у которых я знаю, что есть сертификация от Linux Foundation, от CNCF, ну и, соответственно, для того, чтобы пройти такую сертификацию тебе как компания, у тебя должен быть определенное количество специалистов, которые сертифицированы как там администраторы, да, кубернетиса или девелоперы кубернетиса. Вот это, мне кажется, то, для чего вот имеет смысл пройти вот ЦК или ЦКД. Если вы думаете, что вам ЦК или ЦКД поднимет реально зарплату или там ваши шансы на устроиться на работу, вероятно, нет. По крайней мере, в России на эту бумажку вообще никто не смотрит. Вот сейчас я тут из чатика принес такое сообщение, вот Владимир пишет, что если обучение оплачивают компанию, ну, собственно, к чему мы подводим, да, то это возможность для компании уже убедиться, что действительно человек что-то понял, да, и есть какое-то вот то, что сказал Сергей, вот немножко упомянул об этом, да, что есть у компании возможность и деньги оплатить вот какой-то там сертификат, тогда она знает, что более-менее у них, ну, не совсем, не совсем непонятно, кто работает, да, но зачастую... Можно управлять человека, который... Да, он вроде обучился, сертификат прошел, то есть деньги отдали, вроде как все это ясно, понятно, да, то есть все хорошо. В общем, господа, наши слушатели, дорогие, вы понимаете, да, что на собеседовании все-таки спрашивают реальные вещи, но сертификат это такая вот штука, которую хорошо иметь, может, например, некоторые люди для себя знают, да, то, что они вот смогли довести. Это как вот получить высшее образование, да, это вот, это сертификат того, что человек может пять лет заниматься какой-то фигней, но он может довести эту фигню до конца и уже каким-то образом показать, что, да, действительно он способен на что-то или там, не знаю, кандидатскую защитить, да, потому что там уже сильно такое как раз вот эти софт-скиллы, взаимодействие с другими людьми, пир-ревью, вот это вот все, это тоже, тоже как сертификат. Напишите нам в комментариях, опять же, если вы смотрите нас в записи, потому что, потому что, не забываем, коллеги, у нас разыгрывается один билет на интенсив по кубернетису и клевый мерч от Mail.ru Cloud. У нас пишут, что будут эти худисы, да, будут худи от Mail.ru, если я все правильно говорю. А мы, если ваше позволение, переходим к сейчас следующему вопросу, где бы он, где бы он был, сейчас мне надо полный экран развернуть, немножечко, так сказать, bear with me. Окей, значит, напишите нам, если вы видите нормально наши сейчас слайды, в какой момент стоит задаться вопросом о необходимости умения использовать кубернетис для среднестатистических разработчиков, да, то есть я понимаю, что под среднестатистическим мы немножечко подремеваем такой джуниор, ну, даже, наверное, больше милд левел, да, то есть когда уже что-то умеют. Надо найти DevOps-инженер. И, собственно, этот вопрос отвечает DevOps-инженер. Паш, тебе вот, тебе и карты, собственно, в руки, да, когда надо разработчику вот внедрять вот эти все вещи про контейнеры, как им собирать этот контейнер, что они должны понимать, что приложение бежит уже не, там, там, на JVM, например, или какой-то другой среде, да, а бежит уже в контейнере, в котором есть особая среда выполнения, то есть есть определенные лимиты, да, на эти, нельзя просто, там, сказать, что у тебя жирнющий компьютер, там, жри памяти, там, жри процессор, вот эти все вещи. Когда? Когда надо его, как это самое, если у вас ребенок-тинейджер, когда с ним начать, надо разговаривать про кубернетис, если вы понимаете о чем. Слушайте, то, что касается вот именно внедрения кубернетис, да, как такового, и вообще, на самом деле, любых инфраструктурных вещей, можно ли это сделать просто силами команд разработки, или нужно найти DevOps-инженера, мне кажется, если вы стартап, если вы стартап, причем на уровне такого педпроекта, когда, то есть, самое главное его, ну, как бы свойство, это умение просто разворачиваться где-то. Запустите и подняйте сидраунд, да? Да, типа запустили и как бы работает, и что-то можно показать на выставке или там, не знаю, боссов, как она круто работает. Можно обойтись без специально выделенного человека под это дело. Дальше, я боюсь, что у вас, если вы не будете его хантить специально, то у вас в команде быстренько найдется разработчик, на которого свалится это все, и тут зависит от того, хотел ли разработчик, чтобы на него это все свалилось или не хотел. То есть, ну, вот он может быть проклят или как бы наоборот рад, что он наконец-таки больше не пишет эти дурацкие бизнес-приложения. И начинает писать Ямл, да? Много Ямла, да, как вариант. Вот, а в принципе, насколько разработчику как бы вообще необходимость умения использовать Kubernetes, насколько ему нужно, скажем так, я бы не стал этим заморачиваться до тех пор, пока у вас в компании его нет или нет там какой-то возможности его использовать и так далее. Но в любом случае, как только вам админы или там DevOps или SRE приперли в компанию кубернетиса, вот очень мне сильно не верится в то, что вам сразу же напишут какие-то там красивые дашборды, кнопки по поводу того, чтобы вы нажимали кнопку и разворачивали. Скорее всего, вам придется таки разобраться, кто такие поды, реплика-сеты, деплойменты, нафига нужны стейтфол-сеты и почему как бы не надо базу данных пихать в кубернетис и так далее. А давай я тебя спрошу сейчас вот такой вопрос. Ну вот, ты же сейчас дичь несешь, ты же клауд-провайдер, ты же сейчас должен сказать, клауд-провайдер, который добавляет тебе, он не просто дает тебе какой-то голый кубернетис, а он тебе дает менедж кубернетис, он тебе дает уже, снимает головняк с деплоя на железо, он снимает головняк с каким-то, не знаю, поднятие своего контейнера, регистра и все такое, потому что вот эти вещи, они должны идти как бы все вкупе. И возможно, где-нибудь даже там какие-то есть тулы типа, не знаю, там пайплайн, чтобы все это там сбилдать и организовать вот этот полный гитопс, обмазаться вот этим гитопсом и наслаждаться всем этим. Почему мы молчим об этом? Дмитрий, Павел. Дима, скажешь? Дьявол в деталях, да. Наверное, самое интересное начинается, когда у вас в Андрине клубернетис и первый раз прилег продакшн. Что происходит потом или именно в эти часы или в эти дни, можно долго описывать. И здесь, к чему я веду? Что разработчик должен понимать как раз все эти примитивы. Более того, кроме того, как внутри работы кубернетис, он должен понимать еще и интеграцию с разными инструментами. А-ля, зачем им Прометеус? Какие метрики нужно мониторить? И как вообще вся эта штука работает? Как настроивать алерты? Как использовать именно Прометеус-оператор, все его фишки? И как правильно работать с логами? Без понимания части эксплуатации все становится грустно и приложение чинится сутками. Потому что девопсы не понимают логику, бизнес-логику работы приложения, а разработчики не понимают как там работает кубернетис или что там сломалось. Это одна из ключевых проблем, которая была вначале с OpenShift то, что никто не понимал как вся эта машина работает. Там OpenShift Ты имеешь в виду этот OpenShift, который еще до кубернетиса? Да, еще до кубернетиса. Кратриджи, вот это все. Да, Blackbox с кубернетисом все становится попроще, потому что там прям такие кубики. в кубиках нужно разбираться и нужно пройти путь. Может быть даже есть еще интересная штука трендовая типа House Engineering хоть кубернетис все перезапускает, но пока ты никогда не знаешь как поведет тебе приложение при выходе из строя чего-то другого компонента, когда у тебя там сломается грец-контроллер или исчезнет коннект между разными подами. Ну, в общем, много-много вопросов и вот эта часть, которая связана с эксплуатацией и реальной жизнью, она не менее важна, чем просто научиться ямлики писать. Ну, то есть ты хочешь сказать, что все равно мало того, что ты знаешь Java, например, или там Гошечку, да, и разбираешься, как алгоритмы на нем написать, тебе еще нужно понимать, где это будет выполняться и как это будет выполняться, мало того, что будет выполняться в какой-то среде, так еще эта среда не настоящая, потому что вокруг этой среды еще много всего, правильно? Ну, знаешь, ну, не совсем так, потому что Kubernetes в этом отношении дает какую-то унификацию, что среда в целом, понятно, какая среда, она повторимая, пускай даже используются разные облачные провайдеры, но в целом плюс-минус без учета всех этих клад-контроллер менеджеров все работает более-менее одинаково, но среда все равно она другая, то есть это непривычная среда, это не просто виртуальная машина, где GVM, там еще много всего вокруг, и оно может стрельнуть. Да, ну, с одной стороны вот это создает определенные проблемы, но с другой стороны, как ты сказал, почему, вы можете тоже за мной поспорить, но мне кажется, почему Kubernetes оказался победителем, потому что есть же другие решения, которые позволяют вам менеджить ваши контейнеры, да, и даже не обязательно там контейнеры, и вам, может быть, например, не нужно знать про какие-то контейнеры, да, то есть все, например, юзали Heroku, ну, все, кто юзал Heroku, даже понятия не имели, что вот ты когда делаешь там Heroku push, да, что там действительно там твое приложение где-то запускалось в контейнер, кикбил паки еще потом, надо об этом тоже как-то немножко поговорить, собственно, это часть разработческой жизни, вот, может быть, все-таки должен провайдер снимать вот эти вот эти головники, то есть у нас есть люди, которые админы, да, ну, то есть вот эти опыта, которые умеют как варить Kubernetes, есть разработчики, которые, в принципе, знают, как писать приложения, но еще им нужно понимать, как варить Kubernetes, и вот, может быть, все-таки вот кто-то может быть их встретит как раз с хорошим сервисом и какую-то часть там отнесет к себе, да, то есть там менедж, ну, например, там Mail.ru Cloud, там Amazon, Google, вот это вот все, да, то есть чтобы уменьшить, я не люблю вот это слово головняк, но почему-то она мне вот приходит только вот в голову. Смотри, идея хорошая, идея хорошая, но это как с безопасностью, если все будет безопасно, работать с этим невозможно будет, и за все приходится платить, да, за автоматизацию какую-то, про которую ты говоришь, приходится платить очень жесткими правилами, и, к сожалению или к счастью, у нас все совершенно как мультикультурное общество, каждый, каждый думает по-своему, и невозможно придумать единые, унифицированные правила для работы приложения, там, все пытаются это делать, есть какие-то фреймворки, для этого изобретают фреймворки, но идея немного утопична, она хороша, и можно, и фактически спинакеры и подобные вещи позволяют унифицировать и упростить процесс там, вся ICD, допустим, но это не единственный процесс, и обилие как раз именно open-source инструментов, разных open-source инструментов сделают задачу нерешаемый, как нас случили в университете, как назывались, НП полные задачи, с миллиардом вариантов решений, и для меня, наверное, ключевое, что, да, облачный правильный упрощает, упрощает жизнь, и фактически он позволяет системным администраторам и девопсам не так много времени тратить на рутинные операции, но это не серебряная пуля, невозможно все автоматизировать, иначе туда люди не нужны будут. Ну и плюс у облачных провайдеров нет столько людей, столько разработчиков, чтобы сделать эту магическую автоматизацию. Ну смотри, я, например, тебе не говорю про полную автоматизацию, я просто приведу тоже пример из нашей жизни, то есть, когда у нас начинался наш клауд, мы делали первые у нас, мы использовали инфраструктуру из-за сервис в Амазоне, и мы разворачивали все кубернетисы, которые сами варили, которые кубернетисы, которые были нам нужны, которые включали в себе все нужные компоненты, там правильные настройки, мы варили это все дело через, как он назывался, капс, такой, такой тул, вот, и мы его разворачивали там в Амазоне, потом, когда более-менее стабилизировался Google Cloud, мы начали на него смотреть, и вместо того, чтобы как раз использовать все наши наработки, мы начали использовать их менеджер-решение, чтобы разворачивать всю эту нашу балалайку, и в итоге мы все равно пришли вот приблизительно к похожему подходу, который там Terraform делает, да, то есть есть провайдер, который позволяет тебе твой, твой, твой вот деплои абстрагировать от определенного там клауд-провайдера, таким образом, мы знаем, что вот клауд-провайдер, например, он может варить кубернетис лучше нас, он может сварить его лучше нас, ну, грубо говоря, такое допущение делаем, плюс всегда можно настучать им, позвонить, сказать, почему наш кубернетис не работает, вот, и в итоге мы сейчас практически вот везде, даже вот в Азуре он более-менее тоже нормально стабилизировался, его тоже можно уже использовать и, собственно, используем везде менеджер-режение со своей какой-то обвязкой, то есть мы тулинг, который разработали эти СРИ, да, используют нативные, собственно, решения, которые привязаны к определенному клауд-провайдеру. Сергей, а есть какое-то тоже мнение по поводу вот этого, то есть клауд-провайдер versus там сами деплоемый как бы? Клауды, они предоставляют тебе набор готовых решений, в которые ты волей-неволей должен упихиваться. Вот, если тебя этот набор удовлетворяет, то, в принципе, живи в клауде не проблема. Но вот ты говоришь, клауды знают лучше, как сделать кубернет, с чем ты. Это нифига далеко, не всегда так бывает. Иногда у тебя есть потребности или, скажем так, идеи, которые в клауде реализованы не так, как ты хотел, а ты считаешь, что тебе это получше будет и, соответственно, или ты тогда начинаешь от каких-то частей клауд-решений, ну, например, от того же ингресс-контроллера облачного отказываться, ставить туда свой NGX-ингресс и каким-то образом работать через него. То есть уже часть клауд-решения ты не используешь, потому что она тебя просто не удовлетворяет по своим возможностям и по своим ограничениям. Но это же не отменяет того, что я сказал. Все равно же остается какая-то часть, которую они, например, делают. То есть разворачивание базового какого-то кубера, да, а ты уже, естественно, ты делаешь продукт, ты знаешь лучше, что, например, тебе не подходит там стандартный там load balancer, да, тебе нужно его другим поставить. Это, я считаю, что это, ну, такое, вполне себе как часть, да. С другой стороны, понимаешь, клауд-решения, они все-таки немного консервативные получаются. То есть вот буквально сегодня в чатике пролетала информация бах в кубернетосе с конфигмапами, которому уже два года. Его починили вот только вот буквально совсем недавно, в недавних версиях. Вот не сильно большой бах, он там появляется только когда ты саппасом конфигмапы монтируешь, но не суть важна. Он есть, он два года провисел в Ишью, его только-только починили, но в облаках еще этой версии нет. Себе ты ее можешь спокойно поставить, у тебя она будет работать. Блеска нищета опенсорса, да? Я согласен, да, это есть такой важный момент, когда насколько отстает ваш апстрим от того, что есть доступно. Но на самом деле эта проблема достаточно известная, она не только с кубернетом связана, она с любым менедж системой будет связана, да? У нас там часто спрашивают, типа, вот какая версия там? что меньше риски, чем жить на краю. Но это, опять же, вот приводит нас к тому же беседе, да, что в зависимости от того, как вы движетесь, если у вас есть там, вы уже большие, да, у вас есть большое подразделение СРИ, которые занимаются сопровождением всей этой платформы, и они как бы обеспечивают собственно прогоны, там сертификацию версии и так далее. Вот, это, наверное, уместно. А если вы стартап, ну, вы, наверное, там за это самое, если этот баг так критичен. Вам не страшно, у вас есть другие, другие какие-то проблемы. Так, вот, ну, собственно, чуть-чуть поговорили про кнопку, на самом деле кнопка не решает, и я люблю вот в такие моменты немножечко тоже поговорить. Меня жутко бесит иногда, когда вот разговариваешь с каким-то Java-разработчиком, и они там, например, там лезут вглубь оптимизации JVM-а и смотрят, что по их там методам там, что-то там инлайнились и выполнялись очень быстро. Иногда это подбешивает, но на самом деле это очень такой важный момент, который Мартин Томпсон говорил об этом, то, что вот этот mechanical sympathy, да, то есть если ты понимаешь движок, понимаешь, как это все работает под капотом, это позволяет тебе делать более взвешенные решения. То есть нельзя вот так вот на дурака, вот, конечно, Хироку хорошо, да, то есть Хироку-пуш, который дает тебе, и он тебе и собирает твое приложение, и потом его запускает, и вот это все. Но зачастую оно лишает тебя возможности немножечко подумать, да, то есть какие-то нахлобучие каких-то фреймворков, которые там приложение не сможет стартовать, потому что у тебя есть какие-то лимиты. Вот это вообще такая большая проблема сейчас в современном мире, да, то железо стало такое жирное, и народ сильно не задумывается про, как оно будет бежать, да, про оптимизацию и какие-то такие вещи. Ну что, типа докинем чуть-чуть больше там железа в куда-то, и вот там у нас Хром, мы там оперативы докупим, оперативы дешевые, и мы можем эти еще 100 вкладок в Хроме держать, и он у нас не будет падать. Как вы считаете? Дадим кнопку, или... Тут такой комплексный вообще вопрос, тут столько сразу слоев, потому что, ну, во-первых, про кнопку, да, давайте себе представим ситуацию, когда у нас есть бизнес, бизнес решил себе взять, ну, как бы запускать, точнее, техническая команда решила, что им нужен Kubernetes, решили запускать все на Kubernetes, и в это время останавливается вся бизнес-разработка до тех пор, пока DevOps не напилят как бы кнопку разработчикам, которая удовлетворит всем их потребностям. Я думаю, что это нереальная вообще вещь, в любом случае разработчики будут жить с Kubernetes, будут с ним общаться напрямую, со временем, наверное, это общение будет уменьшаться, 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 но что-то я не верю, что это произойдет сильно быстро, и действительно разработчик избавит от необходимости знакомиться с кубом. Что касается вопроса по... Ой, вылетел из головы. Чем мы там последнее... О чем мы только не обсуждали. Вот давай, мало того, что кнопка, которая запускает, а должна быть еще другая кнопка, которая откатывает, да, вот эти все вещи, да. Да, кнопка, чтобы сделал хорошо, и типа потом другая кнопка, горшочек не вари, да, стало чересчур хорошо. Вот о таких вещах давайте чуть-чуть тоже... Да, кстати говоря, вот эта вот вещь, которую ты говорил, очень хорошая по поводу оптимизации кода, вообще понимания там каких-то глубинных вещей, как оно там что работает и так далее. Тут мне тоже кажется, это такая штука, которую предоставляет Kubernetes, и очень хорошо предоставляет Kubernetes делать, ну и вообще на самом деле микросервисы, да, делать быстро, так быстро, как это нужно бизнесу, при этом на самом деле не сильно заморачиваясь по поводу того, как что-то работает под капотом. Ну то есть гораздо же проще написать очередной там простой микросервис, веб какой-нибудь там, фиговину, которая будет из базы данных перекладывать как бы информацию в формате JSON, чем действительно разбираться с какими-то там новыми или старыми технологиями, писать там это все очень низкоуровнево и так далее. Тут поэтому такой вопрос, мне кажется, он как раз таки очень хорошо позволяет современные требованиям бизнеса удовлетворять. Вот тут, кстати, я все ждал, когда же кто-то скажет, ну хорошо, разработчик, а есть же искусственный интеллект, который за нас вот это все решит, да, который научится определенным правилам и будет деплоить, деплоить все за нас. И задеплоить кувер, да. У меня вот по поводу того, что типа написать там кучу микросервисов, где-то, я не знаю, может быть, года полтора назад была такая презентация, которую там у нас внутрь делал наш CEO, и мне очень понравился такой посыл, который он сделал. Помните? Где-то, может быть, года два или три назад Йонас Боннер, он является CTO в LightBand, такая контора, которая там на скале занимается, вот эти, АКО вот этим всем. Он в презентации своей выложил такой кусочек слайда, в котором он назывался типа Latency Numbers that every software engineer needs to know. И, соответственно, он разговаривал про вот эти задержки, которые наращиваются на каждом уровне, на каждом уровне абстракции, да. То есть, когда мы говорим про машинный код, там задержки от перекладывания из каких-то кэшей процессоров на пайплайны самого процессора, там такие-то, такие-то, потом переходим в оперативную память, потом мы переходим в диск, потом локальный диск, сетевой диск и так далее, тому подобное, там вызов лямбды и все такое. И Latency там растет, соответственно, в очень большой прогрессии. А на сегодняшний день, что мы имеем, это неважно. Numbers that every developer should know, это сколько это будет стоить, чтобы запустить это побыстрее на Амазоне, на каком-нибудь X1, не знаю, что там сейчас у них, самое жирное, да. То есть, вместо того, чтобы писать оптимальный алгоритм, который посчитает нам это все быстро, мы как бы закинем как бы бабла в печку и посчитаем это на очень мясной большой машине. Вот это такая тенденция, которая, на мой взгляд, она не очень хорошая, но это вот то, что имеем, то, что имеем. Поэтому у нас получается, что и приложения получаются жирные, здоровые, да, и не всегда, вот как Сергей сказал, приходишь на этот, на проект, и там тоже эти микросервисы везде, потому что никто не подумал про, как это может быть с архитектурой, да. То есть, здесь был как раз вопрос архитектуры или там time to market. То есть, нам нужно сейчас, вот мы выживаем, делаем все это быстро, и, соответственно, ну, естественно, technical depth накапливается, вот это все. Поэтому, ну, короче, Марсель, ты что думаешь по поводу кнопки? Нужна нам кнопка или все-таки нужно понимать глубину наших глубин? Ну, давайте справедливо делать тогда, пусть инфраструктура тоже кнопку получит, которая там позволит разворачивать все. Ну, если серьезно, тут, конечно, вопрос такой, как Паша сказал, многослойный, и, наверное, без какой-то привязки к какому-то примеру сложно будет сказать, но если мы хостим все у себя, без облаков, то и при этом мы говорим, что у нас DevOps, то DevOps, мне кажется, не получится, если у нас не будет вот этой тесной взаимосвязи и понимания, что делает каждый из нас, то есть разработка и админ. А вот давайте тогда все-таки уже как бы час мы рассуждаем, давайте чуть-чуть вот по конкретике наведем, да? Вот что можно будет узнать, например, на курсе, что поможет вот эти вещи, как Java-разработчику разбираться глубже в вопросе деплоя, в вопросе понимания всех вот этих вещей. Давайте прямо вот кто-нибудь из авторов. Ну да, это, кстати, вопрос, который был на слайде, что есть значит Kubernetes, да? Мы как-то без конкретики его прибежали, можем вернуться и поконкретнее рассказать. С точки зрения разработки, на мой взгляд, что нужно знать и что есть в курсе при этом, разумеется, это основные абстракции куба, то есть в чем ваше приложение запускается и какие вообще инструменты поддерживаются в зависимости от ваших целей. Вы там хотите, чтобы ваше приложение работало со стейтву данными или вы хотите, чтобы ваше приложение там запускалось на каждой ноде кластера, все это разные абстракции, и, соответственно, их определенно нужно знать и инфраструктуре, само собой, и разработчику тоже. Потому что, ну, простой банальный пример, случись чего, да, вы выкатили, что-то не заработало, надо срочно фиксить, лезть и понимать, что случилось. Ну, как бы, инфраструктура, конечно, полезет или там на крайний случай откатит, но факт, что случилось-то наверняка после деплоя что-то с кодом и надо будет садиться и разбираться. И разбираться лучше уже где-то там на стейтже или еще где-то. То есть все равно какие-то базисы, они в голове должны быть. Тут еще такая штука, обычно очень любят задавать про курсы вопрос, типа, что вы на курсе, что мне на курсе расскажут такого, что нет в документации, типа, вообще, зачем мне эти курсы нужны? Вот тут я могу ответить, что, ну, вот в этом курсе гарантированно есть вещи, которых нет в документации, в частности, я помню, у нас был вопрос такой в списке присланных вопросов по поводу того, как дебажить джаву или что-то такое. В общем, это вообще распространена в кубернетисе штука. Как дебажить джаву в контейнере, задеплоенный в кубернетисе. Да, да, у вас есть продакшн, и, естественно, разработчики хотят прийти на продакшн, потому что багаж у вас производится всегда только там, и залезть в контейнер, и начать там на живых пользователях что-то дебажить. Вот это те вещи, которые нужно знать разработчику, как работать с кубернетисом. Ну, то есть понятно, что вы про абстракции можете почитать, про там всякие кром-джобы, джобы, стейтфулсета, можно почитать документацию. В принципе, я думаю, что вам там недельки чтения будет достаточно. А вот реальная эксплуатация кластера кубернетиса и задача разработки. То есть с этими задачами вам админы не пойдут помогать, как ваше приложение дебажить, какие инструменты для этого есть, как вам построить вашу разработку имитарно-локальную так, чтобы ваш код, который вы пишете, чтобы он одинаково хорошо работал у вас, там в докерах, докер-композах, в кубернетисах, которых вы будете запускать и так далее. Как это все вообще собирать между собой. Вот это те вещи, на которые мы хотим ответить как раз таки в курсе. Давайте, значит, тогда сейчас чуть-чуть пойдем по пользоватским вопросам. Кстати, внимание, Марсель, уфа нашлась, поэтому... Да, я уже ответил. Движ пошел, поэтому сегодня будет жарко. Ждите фоточки прямой трансляции в Инстаграме. Не сожгите уфу. Давайте тогда... А сейчас какая-то модная штука стала этот... А, ТикТок его. Это... Давайте теперь по какому-нибудь... Давайте по тулам поговорим. Давайте. Вот здесь был вопрос. Мне очень он нравится самому. Во-первых, он был первый. Во-вторых, я его сам очень использую. Я даже не знаю, как мне лучше его вывести. Давайте я его думаю... Я знаю... Я придумал. Я придумал, как я сделаю. Я же как это самое... Мамкин стример, поэтому все сейчас сделаем вот так. Вот давайте вот этот вопросик будем смотреть, и я его хайлайтну. Кто-нибудь слышал про такую штуку, которая называлась K3S? Да? Он же K3S. Или там K3D, который, собственно, сначала был... Сначала был K3S, а потом из него там K3D. Я могу прокомментировать. Давай. Ну, это детичь ранчера. И, соответственно, штука, которая была придумана и заявлялась, как кубернетес, который будет запускаться на холодильнике. То есть... Это такая штука, которая полностью обрезана, поэтому он называется не K8S, а K3S. У него отрезано все. Ну, нет. У него там отрезано не так уж и много, но, скажем так, всякие облачные контроллеры и прочее. И самое главное, там был вырезан ETCD, вместо него S3, SQLite использовался. И, соответственно, все это работало на одной единственной малинке, грубо говоря. И, собственно, использовать эту штуку для изучения кубернетеса на самом деле не самый лучший вариант. Проще, быстрее себе мини-куб поставить. Или почитать документацию, взять кубат в зубы и поставить кубат на машину с докером из одного узла и, соответственно, уже на нем начать изучать. Ну, то есть, Сергей, ты больше поклонник кубернетеса The Hardway, того же Kelsey Hightower, то есть, когда нужно пойти, разобраться. Я поклонник установки с помощью кубспрея. Кстати, мы этого не сказали, потому что Сергей часто коммитит туда, в кубспрей. Потому что я в нем разбираюсь и, собственно говоря, время от времени чиню там баги, дополняю функционал. Ну, и вот, собственно говоря... Слушай, а вот раз уж мы говорим про вот эти тулы внедрения, то есть, какая у нас сейчас обстановка? Вот раньше там был капс, да? Сейчас там есть кубадмин, есть всякие китриесы, есть кубспрей. Вот что их отличает и что взять? Вот ты уже там упомянул, там, например, мини-кьюб, да, для разработки. А мини-кьюб, вот по моему опыту, там достаточно капризный, например, там под маком, он очень странно там жил и все такое. А вот какой-нибудь там докер-десктоп, который есть встроенный кубернетис, да? Или пойти и что-то сделать. Давайте про этот вопрос поговорим. Ой, ты знаешь, вот это как раз не ко мне вопрос, потому что у меня всегда есть несколько виртуалок с докером, которые объединены в локалку, и я на них могу поставить все удобное. Все, что вот. Ну, не только с докером, там, с другим CRI-ем то же самое. То есть, грубо говоря, мне поднять себе шесть локалок, это уже есть готовые скрипты, нажимаю одну кнопку, в облаке они поднялись, делаю на них все, что хочу. Ситуация того, что мне это надо делать на своем локальном ноутбуке или компьютере, такого у меня не бывает. Вопрос, вот тоже я, мы об этом не говорили, но вот есть такой этот K0s, этот еще один дистрибутив, который недавно появился. Кто-то его трогал там, Паша, Дима, имеете представление, что это такое? Мне кто-то спросил на каком-то стриме, типа, вот будет там бежать, но я вот как раз вот посмотрел, ну, какая-то Kubernetes, это балалайка. Если она, вот то, что называется, сертифицирована, да, то есть, наверное, проходит какие-то TCK, которые есть у Kubernetes, набор тестов, которые они тестируют, наверное, она эти вещи все поддержит. То есть, чем, чем был такой selling point вот этого K3s, то, что он проходил все эти тесты, и почему он называется такой обрезанный, маленький, потому что отключены какие-то компоненты, которые, например, ответственны за обратную совместимость, например, да, вот эти вещи, которые не нужны большинству людей. Самая главная фича Kubernetes в том, что есть обратная совместимость, и, соответственно, как минимум полгода старые вещи поддерживаются, а то и дольше. Да, но здесь все равно есть ключи, которые позволят их в аварийном режиме использовать. Ну, мы же не говорим про использование K3s в продакшене, мы как раз говорим именно про локальную какую-то разработку. Какие-то есть еще у нас советы? Вот, например, Сергей предпочитает иметь у нас вот эти вещи более-менее приближенные к боевым, да? Как вы разрабатываете, Паш, в Mail.ru вот эти какие-то вещи, которые вы пишете под Kubernetes, что ваши ребята используют? Очень просто. Все, ну, это вот прямо из того, что использую я, да? Если мне нужно сделать что-то локально с самим Kubernetes, то есть с точки зрения, скажем так, разработки, ну, чего-то, что я буду запускать в Kubernetes, это Minikube. Плюс два к Minikube у нас. Вот, соответственно, по поводу там каких-то проблем на Mac, но я на самом деле недавно только одну проблему заметил, они там по умолчанию перешли на использование драйвера Docker, то есть он теперь контейнер в контейнере запускается, вот, и в таком случае у него не работают Ingress контроллеры, они просто изнутри Docker недоступны становятся, вот, ну, пришлось откатиться локально, как бы использовать обратно там, ну, VirtualBox, да, из самого распространенного или самый XHive, который встроенная виртуализация маковская, вот, в принципе, никогда с ним проблем не замечал, если нужно решать какие-то админские задачи, то есть мне нужно что-то в самом кластере там проверить, протестировать, какие-то там конфигурации какие-то будут работать, возможно, взаимодействие между нодами и так далее, тут вариант какой, когда-то я работал на Linux, очень радовался, что я мог одновременно три кластера Kubernetes с пяти нод поднять на своем одном ноутбуке, потом, ну, как бы, индустрия, так сказать, победила, я переехал на Mac, сейчас я так сделать не могу, но зато в это же время примерно облака, стали много облаков, в том числе и бесплатно себе облака, там, надыбать сейчас не проблема, на каком-нибудь Google зарегистрироваться, Амазонии или даже у нас, в принципе, за бонусные баллы это все можно сделать, вот, поэтому в таком случае я использую скорее какое-то облако, поднимаю там виртуалки, настраиваю там вот то, что ты говорил, Киопс, да, развернуть губернетис селф-менедж на Амазоне и Гугле, мне кажется, это до сих пор утилита номер один, где угодно в другом месте, если хочется заморачиваться, можно, конечно, взять Кубадом и написать свои собственные там ансиблтераформ и еще какие-нибудь роли под это все дело, если не хочется заморачиваться, берешь Кубспрей, ставишь его, когда в следующий раз при обновлении что-то ломается, плачешь, потому что кодовая база там огромная и разбираться в ней придется просто неделями. Это хорошо. Марсель, Дим, есть что добавить по поводу тулов и что мы посоветуем разработчикам использовать локально? Ну, для разработки нам действительно будет удобнее мини-клуб, чтобы что-то локально потестить, посмотреть, потыкать, а если есть задача прям поизучать его, поковырять, разобраться в логике, в компонентах, то я бы, наверное, поддержал Сергея здесь, то, что лучше взять какой-нибудь кубадом и развернуть хотя бы однонодный кластер, там уже будет что-то такое близкое к продакшну. Ну, а мы знаем, что наша аудитория это советский инженер, и всегда интересно посмотреть, что в глубины. Ребят, если вы не видели Kubernetes, как он, Hardway, да, как он назывался, там вот как раз вот все рассказано, как все работает, как поднимать просто, грубо говоря, с нуля, да, посмотрите, такая достаточно, но она не столько полезна, да, она не столько полезна, сколько вот, ты знаешь, такая вот смотришь, вещь, которая дичь, но оторваться не можешь, это вот, наверное, приблизительно из этой оперы, да, ну, хорошо немножечко, как бы, типа, такой inspiration получить, да, но, собственно, есть тулы, которые вам либо шашечки, либо ехать, если вам нужно что-то сделать, да, используйте уже существующие, существующие, знаете, чего мы не поговорили, это очень важный вопрос, как всегда, мы о самом важном вопросе не поговорили, что у нас с безопасностью, то есть, вот мы чуть-чуть ее тронули, да, то есть, мы чуть-чуть поговорили про security через obscurity, можно там, там и все такое, но вообще, то есть, что есть в платформе кубернетиса, которая нам позволяет обезопасить там доступ, ну, там, понятно, арбак какой-нибудь, да, а вот, что по поводу там, там явок, паролей, доступа к сервисам, там, как там достучаться к базе данных и так далее, какой опыт у нас, у кого есть, то есть, ну, здесь вопрос такой, открытый микрофон, кто хочет. Давайте мы чуть дальше с этого вопроса начнем, там был в чатике, я просто видел вопрос по поводу того, как, когда мы разговаривали про умные слова, типа синергии, там люди спрашивали, как в эту синергию втянуть вообще безопасников, в принципе, да, ну, этот вопрос такой о том, что, а как нам вообще сделать не просто DevOps, а DevSecOps, то, что называется, ну, то есть, фактически встраивать тулзы, которые есть у безопасников, и вообще эти тулзы создавать, да, их тестировать, и встраивать их в общие пайплайны, как это делать? Вот из того, что вижу я в крупных компаниях, как обычно выглядят безопасники? Безопасник это такой бывший, ну, отставной какой-нибудь подполковник ФСБ, и, ну, последнее, что он делал, это какие-нибудь там Эльбрусы между собой в сеть кольцом собирал. Вот. Ну, соответственно, его задача... Вечер переставит быть томным. Окей, продолжай. Задача, задача обычно подписывать бумажки и брать на себя ответственность. Ну, так, так, так-то бывает. Вот. Поэтому, мне кажется, тут вообще вопрос такой от бизнеса, когда бизнес перестанет безопасность воспринимать именно как людей, которые подписывают бумажки, и начнет воспринимать безопасность как чуваков, которые, вообще-то, ну, должны интегрироваться всем остальным техническим отделом, и как бы идти в ту же сторону, использовать какие-то инструменты и так далее. А вот инструментов, то есть, собственно, то, о чем ты спросил, их на сегодняшний день, на самом деле, огромное количество. Мне эта тема вообще очень, нравится, да, но всегда не хватает времени, то есть, я понимаю, что нужно быть специалистом конкретно в этой области, то есть, мне было бы интересно, да, как DevOps-инженеру, так сказать, человеку, который пишет пайплайны, все это дело в свои пайплайны встраивать, просто на это дело времени не хватает, я бы хотел, я бы хотел, чтобы это кто-то занимался. Но у самого кубернетиса, да, ну, airbag, понятно, это airbag, это встроенная фишка кубернетис, там можно разговаривать про какие-нибудь распространенные вещи, типа, давайте к кубернетису подключим какой-нибудь хешикорп в Волт, чтобы хранить секреты, это, в общем-то, наверное, самое распространенное, но есть же всякие штуки, типа, не знаю, open policy агента, который позволяет вообще просматривать и писать конкретные правила под все, что запускается в кубернетисе, делать свои собственные политики безопасности под это дело, настраивать это все очень гибко, проверять и так далее. Есть штуки, которые, ну, там не элементарно, да, авторизации в кластеры добавляют, там, штуки типа KickLock'а или Dex'а и так далее, да, которые добавляют просто авторизацию в кластер, делают это нормально, как бы распиливают эти права с помощью airbag'а, ну, и так далее. Есть штуки, которые позволяют действительно анализировать содержимое контейнеров, то, что там, то, что вы собираетесь деплоить на свои продакши сервера, тот же самый, ну, я не знаю, такое распространенное, да, регистри, который называется Carbor, у которого есть эти штуки встроенные, есть еще инструмент, к сожалению, забыл, как называется, тоже для анализа, опять же, там, уязвимостей пакетов контейнеров. есть GFrog X-Ray, есть всякие BlackRock'и, да, 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 прочие вещи. Вот, поэтому тут инструментов огромное количество, вопрос, кто бы ими занимал, потому что, ну, явно не отставные подполковники. Да, ну, то есть, важный момент здесь, который мне нравится, который происходит, я здесь, наверное, тоже поддержу Пашу, то, что security, оно перестает быть чем-то таким загадочным, да, вот, как бы, мы сгенерировали ключи, запечатали в конверт, разослали эти ключи, там, и так далее. Это так, ну, это так не работает, потому что это вот вещь, которая связана, например, там, шифрование, там, трафик, там, банальный TLS, он должен присутствовать, это как бы такая must feature, да, как организовать подписывание вот этих вещей, там, сертификатами, это тоже вещь, которая должна, ну, просто must быть, присутствовать, опять же, не говоря уже о каких-то там каких-то там более серьезных вещах, там, использование более, как-то по-русски сказать эти, более криптостойкие механизмы и прочее. А вот, всеми любимый керберос. Как нам делать керберос на кубернете? Вот компания Legacy, она завела там себе, у них там либо актив директори, либо у них какая-то вот такая система, и у них все это было завис, и теперь они хотят мигрировать на кубернетис. Вот такая вот задача, которая, вот, как им теперь вот интегрироваться, там, существующей, там, LDAP инфраструктуры, или там, там, керберос инфраструктуры, вот этим всем. У нас вот есть какой-то опыт среди наших экспертов, которые вот с чем-то подобным сталкивались? Есть что посоветовать нашим слушателям? Ну, там точно есть инструментарии, который может с селдапами всякими дружить, вот, и делает это достаточно хорошо. Вот, ну, по поводу кербероса я не подсказал, не пробовал слушать. Про керберос это ты, это самое, мы слишком молоды. Удар, удар ниже пояса. На самом деле, я думаю, что вы... Скорее всего, да, да, я скажу, скорее всего, в том же Киклоке есть штука, которая позволяет обменивать токены одного типа, например, самоловские токены в OpenID Connect токены, условно такое, и за счет такого пайплайна обмена токенов кербероса в OpenID Connect, который, как понимает, кубернетис, наверное, можно сделать подобный костыль. Наверное, из-за этого как раз Киклок, он RedHut начался, собственно, разрабатываться, потому что приносить вот это все, то, что делалось на Керберосе, да, в мир Cloud Native, он достаточно тяжело, поэтому, скорее, проще что-то новое такое сделать, которое будет нормально жить и работать, потому что я знаю, что многие как раз используют там либо как раз Киклок для вещей, ну, или особо не заморачиваются, а переезжают на... Ну, то есть, такой Greenfield, получается, проект, да, то есть, они, ну, есть где-то существующая Legacy со своими вот этими вот этими всеми ништяками, а мы вот здесь делаем свое, что-то новое, и потом где-то по дороге мы придумаем, как с это дело синтегрироваться, да, если не придумываем, то, значит, нам это не надо и так далее. Здесь как раз вот чуть-чуть... А, нет, я что-то не туда глянул. Нет, все, я думал, тут кто-то про Security спросил. Кстати, вот, Марсель, вот тебе бизнес-идея пришла, надо делать Kubernetes Security курсы, чтобы, собственно, ликвидировать безграмотность и объяснять людям, что это не так и сложно, и это такие вещи, которые... Ну, это сложно, но это те вещи, которые, собственно, являются необходимыми для того, чтобы уже как бы нормально в 2021 году существовать. кто-нибудь мониторит чатик, давайте какой-нибудь хороший вопрос из чата возьмем. Сейчас посмотрим. Вот, пока ты смотришь, здесь я еще возьму вопрос, давайте про Тулы чуть-чуть, да, то есть был вопрос про какие-то вещи, да, что, например, вот мы пишем наши манифесты с использованием Хелма, да, как нам вот это дело отвалидировать, чтобы все было чики-поки и все хорошо. Использует у нас Хелм здесь кто-то из экспертов? Паша кивает, Паша кивает, значит, Паша что-то делал. Слушайте, вообще по поводу Хелма, я на самом деле... А, да что же я туплю, ты же Ямлт инженер, конечно, ну, конечно, еще и Готемплейт инженер на вставке. Молодец. Вот, соответственно, там был у нас какой-то вопрос по поводу вообще хороших практик типа работы с Хелмом, как облегчить разработчикам жизнь с Хелмом и так далее. Могу прямо с практики поделиться, как мы сейчас делаем это в МСС. У меня вообще на самом деле была давно идея такого проекта, я ее там в двух местах работы начинал реализовывать, но как-то она всегда уходила на второй план и ее доделать не получалось. Вот сейчас в МСС все идет к тому, что это доделается и будет работать так по красоте, как это работает у меня в голове. Собственно, суть в чем? В Хелме есть такая прекрасная фича, ну, в третьем Хелме, как библиотечные чарты. То есть мы со стороны девопс-инженеров можем писать некие библиотеки, которые описывают в общем-то все распространенные кейсы для нашей компании использования кубернет-собъектов. При этом мы разработчикам не выдаем, не говорим, типа, ребята, пишите свои Хелм-чарты и так далее. У нас есть единый Хелм-чарт и фактически все, то, что нужно знать разработчику, это посмотреть документацию к нашему единому Хелм-чарту, посмотреть, какие там есть вэльюсы и в своем проекте заполнить просто один файлик с вэльюсами. Ну, соответственно, на самом деле не один, а по одному файлику на каждое окружение. Они еще между собой там мерджатся. Ну, то есть, на самом деле сейчас у нас разработчики вообще никоим образом не касаются кубернетиса, они не касаются того, что там в диплойментах работает, что не в диплойментах. При этом мы применяем все бест-пракцисы, которые нам хочется применять к манифестам, которые используются разработчиками. Ну, и фактически мы просто из этих вэльюсов разработки генерим готовые чарты, ну, точнее, как подставляем их в наш общий чарт и диплоим это в квастер. Вот как упрощается жизнь разработчика. То есть, у нас сейчас разработчики не касаются холма и кубернетиса вообще никаким образом. И слава Господи, да, потому что ну, как бы те, кто работал с indentation в ямле и потом еще попытался все это трансформировать в indentation в gotemployer, тот, собственно, не смеется в цирке. Коллеги, значит, пора подбивать бабки. Давайте я еще раз напомню, что будет происходить интенсив на платформе Slurm 3-5 марта про кубернетис для разработчиков. Вопросы мы, как бы, собираем все еще, как бы Марсель выберет лучший вопрос или ты уже готов найти какой-то лучший вопрос? Если можно, я готов. Я вот одну этот. Давай. Хотел бы отдать одну нашу толстовку от MCS по адресу. Там человек в чатике спрашивал вопрос, мы на него, мы его проигнорировали. Давай мы его сейчас я выведу, скажи его. Давай. Я не люблю админов, значит, там был вопрос. Сейчас я его найду. Вначале где-то был вроде. Да-да. Личный вопрос к Павлу. Да. Когда хочешь, чтобы админы клиента не... Не-не-не, там, Павел, вы не любите админов. Типа, решать проблемы с продом тоже должен разработчик написать кода. Вот мне очень нравится, я считаю, что... Да-да, я просто, я как бы, я сам, ну, из админов, да, я к разработке, там, пришел сильно позже, к DevOps-у, после этого, вот, поэтому... Нет, я не люблю админов, я очень люблю админов, хочу, чтобы админы жили в современном прекрасном виде, в том же, в котором живут современные разработчики и современные DevOps-ы, и хочу, чтобы мы все вместе дружно, взявшись за руки, туда пришли. Максим, каким-то образом мы с вами свяжемся, да, то есть Паша передаст, ой, ну, я сам передаст, Паша обязательно сделает возможным, чтобы Максим получил эту замечательную футбол, эту самую худи. Значит, есть еще какие-то, еще какие-то вопросы, которые мы можем хайлайтнуть, или мы остальные какие-нибудь посмотрим в оффлайне? Я думаю, да, я думаю, мы еще попробуем дать шанс тем, кто в оффлайне, в смысле, после эфира. да, да, вот не забывайте, вот это YouTube останется, поэтому все здесь будет. Значит, еще такой важный момент, я его забыл сказать, мало того, что курс будет рассказывать по всякой кубернете, его же можно потрогать, его же можно пощупать, да, потому что ребята из Mail.ru дадут нам, вам, всем участникам бонусные баллы, которые вы можете использовать для того, чтобы поиграться с этим вот кубернетисом на клауде, да, то есть, собственно, и не надо, не надо тратить, собственно, денежку, да. Я напоминаю, что те, кто зарегистрировался, тем обязательно придет форма обратной связи, не выбрасывайте спам, это полезная информация, которая позволит нам лучше делать все, все в будущем. Обязательно подписываться на вот этот канал, на котором вы сейчас смотрите эту трансляцию, добавлять нотикашку, что в следующий раз, если вдруг вы пропустили email от нас, вы увидите, что начался какой-то стрим, и вы придете и послушаете какую-то интересную тему. Вот. Я думаю, что у нас столько вопросов собралось, я попрошу, наверное, Марсель и команду, надо все-таки еще раз собраться, потому что достаточно такая классная тема, мне очень нравится, и мы достаточно много интересных вещей проговорили, и вот эти полтора часа для меня лично пролетели очень незаметно, я бы хотел еще какие-то вопросы там собрать, да, может уже больше какие-то такие, раз уж мы обсудили, ну, такие организационные вопросы, да, мы можем куда-нибудь там копнуть и поговорить о каких-то там интересных что-то там, типа, не знаю, вот у меня сейчас я смотрю на всякие там операторы, да, и начал ковырять там Shell-оператор, потом там GitOps, вот эти все вещи, вот такие вещи было бы классно тоже поговорить, я думаю, что мы как-то еще раз соберемся. Я напоминаю, что сегодня в моей виртуальной студии со мной были замечательные эксперты, это Марсель нашел себе собутыльника сегодня в уфе, это вот только в этом шоу может произойти, поэтому не забывайте подписываться. Марсель Лебрайф, он является СТО компании Slerm, и также большой, большой эксперт в кубернетисе. Павер Селиванов из Mail.ru, Паша, спасибо за все клевые советы и за кошака тоже в этом самом в эфире, это тоже респект. Сергей Бондарев у нас, кстати, посходите, ребята, посмотрите куб спрей, вот кто пишет, спрашивает, что лучше там мини-кьюб или там однонодный, попустите куб спрей, вот Сергей собственно занимается и куб спреем также. Дмитрий Лазаренко, Дима, тоже спасибо, немножечко мы про джау нам не дали развернуться сегодня, но я думаю, что мы надо еще раз собраться и обсудить это. Меня звали, зовут Виктор Гамов, я работаю девелопер-адвокет в компании Confluent, я сегодня сказал Kafka, наверное, два раза всего, поэтому сегодня для меня тоже замечательный день. Мы вот не поговорили, кстати, мы не поговорили про deployment stateful workloads, вот это вот упущение, да, как деплоить базы данных на Кубер, как деплоить Kafka на Кубер, напишите нам в комментариях, если эта тема вам интересна, мы можем собраться и обсудить этот вопрос, или там даже лучше, даже не в комментариях, а вот в форуме обратной связи. Я думаю, что на этом мы сегодня подобьем бабки, я хочу сказать спасибо экспертам, которые были сегодня с нас, я хочу спасибо сказать вам, дорогие наши слушатели, что вы нашли время и пришли и поспрашивали какие-то вопросы, ну а пока, 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 пока.